Тайна первого совета в городе Невест Иваново. Из цикла города России. Иваново входит в Золотое кольцо России, туристский маршрут по городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центры народных ремесел. В 1871 году большое село Иваново и Вознесенский посад объединились, и город Иваново-Вознесенск так именовался до 1932 года. Получившие свободу после отмены крепостного права в 1861 году предприимчивые купцы построили 48 фабрик и заводов, на которых работало свыше 10 тысяч рабочих. Кстати, ткачами были именно мужчины, ибо труд этот весьма нелегкий, что приводило к массовым забастовкам 1897-1898 во время революции 1905-1907 годах. Город Первого Совета Первый в России Совет рабочих депутатов был создан в 1905 году во время всеобщей стачки рабочих Иваново-Вознесенска с участием большевиков. После отречения царя Николая II от престола здесь был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Октябрьский вооруженный переворот в Санкт-Петербурге послужил сигналом ивановским большевикам, они взяли под контроль ключевые объекты города, и власть перешла к Советам без единого выстрела. Началась национализация предприятий. Как ни странно, лишь спустя 80 лет после революции 1917 года раскрылись некоторые тайны от старожилов, потомков первых русских фабрикантов. В школьные годы я ходила в библиотеку и представить не могла, что это Горелинская библиотека. Фабрикант передал собственные книги городу вместе с частью дома. Надо заметить, что прежде строили не только корпуса фабрик, но и квартиры для рабочих, и клубы, музеи и библиотеки, больницы, приюты и богодельни, сады, церкви, которые по сей день украшают неповторимой архитектурой русские города. В Иваново-Вознесенске до революции было 12 храмов, в их числе домовая церковь святителя Николая при больнице чернорабочих. Раскольничья часовня с особым для них кладбищем и отдельное еврейское кладбище. По сей день в здании бывшего лабаза Горелинской фабрики второй и третий этажи занимают комнаты общежития. Что значит, строили навека, стены около метра толщиной, потолки под 4 метра. В 2000-х годах случайно открылись имена владельцев. Разумеется, в детстве мы знать не могли, кто такой Горелин, сколько его семья вложила в процветание и развитие города. Проправнук того самого Горелина вернулся в Иваново и служил священником. Восстанавливал храм уже в 90-х годах. Из исторической справки следует, что публичная библиотека Вознесенского посада основана в 1865 году фабрикантом Яковом Петровичем Горелиным, имя которого по праву было присвоено библиотеке в 2000 году. Самое интересное, что училась я тоже в историческом здании, бывшей школе Бурылина, торговое училище, где и Фурманов, будущий автор, Чапаева, поэт-майоров. Рядом в особняке Фокина был сельхозинститут. Кстати, старорежимные порядки и строгость обучения сохранялись и в 70-е годы прошлого века, качество преподавания и результаты обучения были на высоте. Догадываюсь, что нас учили так называемые бывшие, и не только давали знания, и учили думать, но и воспитывали в духе глубокой порядочности. По улице Негорелой, улица. Советская. Мы шли на внеклассные чтения в Горелинскую библиотеку мимо здания первой школы грамоты, которая появилась в 1791 году и была учреждена на средства местных жителей при попечительстве владельца села Иваново. Графа Николая Петровича Шереметьева сейчас на том месте находится Музей Первого Совета, открытый 28 мая 1980 года на улице Советской, 29. В 70-е годы Хаховека Музей Первого Совета располагался чуть дальше по той же улице Советской в здании бывшей Мещанской управы. Именно там нам рассказывали о пламенных революционерах. Мимо усадьбы Ая Дюрингера в стиле модерн, построенной в 1914 году по проекту местного архитектора Александра Снурилова, мы шли с лыжами на берег речки у води на урок физкультуры. А тем временем перед школой за серым дощатым забором пряталось здание, где в 17 веке находилась приказная изба управляющего, когда Иваново было небольшим селом. В первой половине 19 века при новом владельце у Ищудрови, который перестроил и открыл внутри текстильное производство. Старейший дом в Иваново признали в 1926 году памятником архитектуры. В 60-е годы после реставрации щедровская палатка приобрела практически первозданный белокаменный вид. Надо отметить, что строили и фабрики, и дома из красного кирпича – отличительная черта той эпохи. В городе сохранилась промышленная и авангардная архитектура, усадьбы купцов и фабрикантов, старинные храмы. Первая частная больница строилась на совесть и содержалась на средства бурлиных, и служит людям до сих пор, здесь по-прежнему городская больница имени Куваевых. Основательные с высокими потолками корпуса начала 20 века впечатляют, как и дорога рядом с больницей. Видимо, такая же она была и более ста лет назад. Цивилизация ее не коснулась. В центре города находится любимый книжный магазин, тоже уникальное здание, построенное Ивановским архитектором Аевс-Нуриловым в 1912 году в стиле модерн с элементами неорусского стиля и неоготики по заказу Иваново-Вознесенских купцов – братьев Куражавых. Разумеется, школьников моих лет непременно водили в музеи, не упоминая меценатов. История Краевеческого музея началась задолго до его официального открытия в 1914 году. Выставленная коллекция собиралась несколькими поколениями промышленников Бурылиных, первые монеты и старинные книги собрал Деодор Бурылин. А продолжил внук Дмитрий Бурылин, чем именем ныне назван музей. Художественный музей открыли в 1959 году в здании училища 1886 года. Экспозиция собрана из частных коллекций мецената русского, предпринимателей Каретникова и Бурылина, а также из поступлений от Третьяковской галереи. Коллекция произведений включает в себя работы европейских, русских, ближневосточных и азиатских художников Ильи Репина, Карла Брюлова, Марка Антокольского и других в особняке Бурылина. В июне 1987 года открылся музей Ивановского сица «История ивановской текстильной промышленности от XVIII столетия и до современности». Также в музее представлена отдельная выставка, посвященная Славе Зайцеву, известному российскому модельеру родом из Иваново. В Иванове в 1933 году был построен первый советский деревянный цирк на 3000 человек. Купол цирка без внутренних опор поднимался прямо от земли, восхищая детей уже на подходе к волшебному празднику. К сожалению, в 1977 году здание снесли. Но рассказать хочу о другом. Город Первого Совета – не просто советское звание. Переход власти от капиталистов к рабочим имел огромное значение, он был бескровным. В городе есть парк 1905 года и речка Талка, где были черносотенцами разогнаны первые демонстрации, после чего речку назвали Красной Талкой из-за пролитой крови. По рассказам старожилов, которые только в 90-х годах решились сказать правду, как все происходило в октябре 1917 года. За несколько дней до захвата власти рабочие пришли к фабрикантам и предупредили, что ожидаются погромы и принудительное выселение, аресты, что семьям надо уже сейчас тихо переехать в деревни, а когда, мол, стихнет буря революции, можно будет вернуться. Если вдуматься, то в других краях такого мирного перехода не случилось. А почему, многое в жизни общества зависит от человека? Значит, угнетаемые, рабочие так сильно уважали, проклятых капиталистов, что тайком позаботились о спасении жизни семейств и необходимого имущества своих хозяев. После окончания гражданской войны бывшие потихоньку возвращались в город, покупали частные дома на соседних улицах, недалеко от своих особняков и лавок, торгового пассажа. Бывшие хозяева жили и ходили мимо своих фабрик, молчали и были счастливы, что все остались живы. Узнав об этом, мне трудно было представить, что испытывали мои соседи. Вот папа моего друга детства после войны работал простым слесарем на ремизобердочном заводе своего деда. Мы с подружкой часто захаживали в кондитерскую, которая, как оказалось, располагалась в доме, когда-то принадлежавшем ее бабушке-дворянке. Нас посылали в Полюгинскую булочную. Почему так называли двухэтажное здание с кирпичным первым этажом и деревянным вторым, мы в детстве не спрашивали, а просто здесь жил купец Полюгин. Пыльный город моего детства весь состоял из таких двухэтажных домов вокруг старинного центра. Город Невест И как так получилось, что город Иваново стал не только родиной Первого Совета, но и городом Невест, в послевоенный период текстильный край остро нуждался в ткачихах, поэтому девушек вербовали по всему Союзу. Одиноким предоставлялось общежитие, даже фильм был на эту тему. Перекос всячески пытались исправить в советское время, построили завод автокранов, направляли алкашей, выселенных за 101-й километр. По статистке получалось не так, как в песне, на 10 девчонок, 9 ребят, а гораздо хуже, пару ребят. В моем 10-м классе из 40 человек было всего 8 парней. Поэтому подтверждаю, название город Невест вполне оправдано. И действительно город всегда славился красавицами и модницами. Не было такой девушки, которая бы не умела шить. В Иванове много вузов, университетов, художественных училищ и промыслов, свои художники-модельеры, соответственно, много студентов. Современный город привлекает достопримечательностями. В Иванове сохранились шедевры архитектуры дореволюционной эпохи и конструктивизма. Популярного в СССР, в Ивановской области жили иконописцы, а имена местных художников, Палехская роспись известны далеко за пределами страны. Белая церковь, Преображенский собор, не постигла печальная участь сотен других храмов, разрушенных в советское время, богослужения возобновились и проводятся здесь по сей день. Кстати, фабрикант М.Н. Горелин выделил средства на строительство храма. Красная церковь Свято-Виденский монастырь, церковь в честь введения Богородицы возвели незадолго до Октябрьской революции. Церковь Владимирской иконы Божией Матери построена в 1904 году. Церковь Казанской иконы Божией Матери является одним из старейших храмов на территории Иваново, ведь была построена в 1810 году. Однако церковь не возвели с нуля, а использовали в качестве основы здания бывшей ситценабивной фабрики, принадлежавшей ранее Осипу Степановичу Сокову. В процессе реконструкции были возведены купола, пристроен алтарь и оборудована богодельня. Долгое время церковь оставалась неосвященной, из-за чего богослужения на протяжении многих лет приходилось проводить тайно, а так как большинство членов общины принадлежали к старообрядцам. Но все же в 1903 году состоялось освящение молитвенного дома в честь Святой Троицы, а еще через два года, после официального признания старообрядцев, церковь переосветили в честь Казанской иконы Божией Матери. Дальнейшая судьба храма мало чем отвечается от других – закрытие в советские годы, запустение, возрождение и возвращение к церкви в 90-х. Свято-Успенский мужской монастырь История Свято-Успенского мужского монастыря началась с кладбища, располагавшегося в XVIII-XIX веках на юго-восточной окраине города. В 1815 году сюда из Покровского монастыря был перенесен небольшой деревянный храм, а позже местные меценаты выделили деньги на строительство каменного. В 20-е годы обитель была упразднена, а некоторые монахи были репрессированы. Успенский храм разрушили, а территорию кладбища превратили в парк одного из местных комбинатов. Церковь Филии Пророка Один из красивейших храмов города, освященный в честь пророка Илии, был заложен в далеком 1838 году на средства ивановского предпринимателя Александра Лепетова. Работы заняли 4 года, богослужения продлились до 1935 года. Музей Советского автопрома в 2018 году вошел в список 15 самых интересных частных музеев России. Здесь представлены 23 автомобиля в оригинальной комплектации. Чуть больше столетия назад на территории парка располагался сосновый лес, принадлежавший местному фабриканту Япе Горелину. Парком культуры и отдыха эта территория стала называться в 1925 году в честь погибшего члена Совета рабочих Василия Яковлевича Степанова. Иванова действительно лидер по количеству памятников конструктивизма, причем оригинальных «Дом птица», «Дом пуля», «Дом корабль», «Дом подкова». Строили в основном из красного кирпича, как и заводы, и жилые дома, потому что дешевле. А теперь это стало местной особенностью стиля. Памятник конструктивизма 1930-х «Дом корабль» – жилое здание. Причем «Кораблем» называли главный корпус, где жили партийные рабочие, другой же корпус шутливо именовали «Боржей», так как там квартиры предназначались для обычного пролетариата. Музей Цветаевых, село Ново-Талицы Отец известной русской поэтессы Марины Цветаевой и родился и жил в селе Талицы Ивановской области. Он создал музей изящных искусств им. Александра Третьего в Москве, ныне Пушкинский. Среди экспонатов музея Цветаевых представлены подлинные вещи, принадлежавшие семье, а выставка посвящена заслугам перед Отечеством. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания «Жаш Клаб» и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова